Есть два основных вида обучения чтению. Это фонетический метод, когда ребенок соединяет сначала буквы в слоги, а потом слоги в слова. И глобальный, когда написанное слово воспринимается как единый целый образ. Методики, существующие сегодня, объединяют в себе в разных соотношениях элементы этих методов. Одной из значимых методик обучения чтению является методика Николая Александровича Зайцева. Это системный подход к обучению, включающий в себя разные игры и упражнения с таблицами, кубиками и попевками-песенками, помогающими развивать речь и фонематический слух ребенка. Речевой единицей у Николая Александровича Зайцева является склад. Складом может быть одна буква или сочетание. Согласный с гласной, согласный с мягким знаком и согласный с твердым знаком. Склад как единица меньше, чем слог. Так, например, в слове «горка» три склада, но два слога. Разделение слов на склады помогает ребенку на начальном этапе обучения чтению быстрее правильно прочитывать слово и понимать его значение. Когда дети начинают читать и уже не путают название буквы со звуком, мы переходим к изучению алфавита. Это одно из самых увлекательных и веселых занятий в обучении по Зайцеву. Оно не оставляет равнодушными даже наших родителей. Д, Д, Д. У кого Д? Д, Д, Д. Д, Д. Д? Ягвард. Ну, давай. Дятел. Переш, подкладывай. Д? А, Б, Б, Г, Д. Е, ЙО. Федя старший. Ага, подавай, Кирилл. Е, ЙО. Потом, Кирилл, что у нас? У меня все джук. У кого джук? Джук? Жирак? У Пети. И мы собираем с тобой вторую строчку. З. З. И приготовьтесь. Заяц, зонт, зеркало. У кого, Федя старший? Ягвард. Заяц, зонт. Посмотри, у тебя он. З. 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 Ага. А там где-то карасьный, не словно. Какой карасьный? Ну, чуть-чуть попозже. Вот. Жил З. И. И, и краска. У кого? Все у нашего Федя старшего. Да, у меня. Все. Кирилл, Кирилл, давай. Ягвард. К. Л. К. Л. Вот. Теперь переместились к Пете. К. 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 Кошка, карась. У меня вот такое вот. Л. Л. Да, вот. Давай как раз на джечки. У меня есть буквы короче. М. Н. М. 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 Угу. Вот. М. Н. О. Петя. М. 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 М Хад, Халь, Ха-Халь. Ха, Цель, Хлив, Хурман. Ха, Цель, Чель. У какого-то Чель. Ша, Щель. Ша, Ша, Шель. Это Щель с хвостиком. Это Шахматы. Ш, Щель. Щель. У Федистошка. Щель, щель. Шай, щас. Так, Федя, твердый знак, а дальше что у нас? Эй, ну и я. Скоро, мать. Э, это я. Это в конце будет. Э, это я. Бью, быстрей, быстрей, быстрей. Бью, и быстрей, по-другому. Наверное, нам все лайки поставили. Так, все, готовы? Три, два, один. Четыре, четыре. Как ничего? Черт, сам. Бронт. 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 Николай Александрович придумал множество вариантов пропевания алфавита на мелодии из любимых и известных всем песен. Вы узнали, под какую песенку дети, помогающие в съемке этого видео, стараются пропеть алфавит. Одним из важных элементов методики являются таблицы складов. Это отличный тренажер для закрепления навыков чтения. Дети учатся прочитывать склады по вертикальным и горизонтальным рядам, собирать слова и предложения. Таблицы размещаются на высоте 160-170 сантиметров от пола, чтобы во время урока дошкольники смотрели вверх и могли держать спину ровно. Оптимально подобранный размер букв позволяет видеть материал с достаточно большого расстояния. Расположение складов в таблицах помогает увидеть всю систему сразу, как единый целый образ. Блок золотых глазных находится в левой части. В верхней половине таблиц размещены железные звонкие склады, а в нижней половине деревянные глухие. Вертикальные ряды сгруппированы по размерам в соответствии с размерами кубиков, больших и маленьких. Для всех блоков в таблицах есть песенки по певке, что очень помогает в обучении. Молодец. Второй столбик. Кё. Фё. Кё. Ки. 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 К. Фё. 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 я не давай без меня что-нибудь простое справишься с твердым знаком второй столбик Дише. Зю. Зё. Зё. Зя. Зе. 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 Молодец. Мо. Мо. Май. Май. М. Мё. Мя. Ме. Ни. М. М, 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 М. Маленький. Маленькие. Пишем. Маленькие. Рита, Маленькие. Маленькие. Ли. Какую подружку ищем? Ле. Е, да? Маленье. Прямо стоишь по центру. Мягко звучит или твердое? Мягко. Так и ставим с мягким знаком. Маленький. Влево. Влево. Ки. Стоп. Ки. Звучит мягко. Ки. 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 Маленький. Молодец. Маленький. Е. И краткий как раз там же рядом ты хотела взять. Угу. Маленький. Умничка. Следующее слово. Котенок. Ко. Те. Но. К. Ко. 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 Маленький. Угу. Молодец. Ко. Те. 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 Чик. Но звучит мягко, да? А буквы мы ищем все равно. Маленький. Те. Маленький. Маленький. Те. Угу. Те. 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 Какую мы буковку ищем? Ё. Ё. Те. Но. Угу. Чуть-чуть влево. Влево. Угу. Но. 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 Так. Ты правильно поставила? Могу руку. Переверну. Ага. Котенок. К. К. Влево. Угу. Маленький котенок. Что будет делать наш котенок? Играть. Играет. И. Г. Г. Ра. Е. Т. И. Где будем искать И? И. У нас есть золотые, деревянные и железные. И. Где будем? И железные. Золотые гласные, да? Угу. Маленький золотой кубик Рид. Угу. Маленький золотой, не забывай, бунус. Угу. Пять. И. Молодец. Ага. И. Г. 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 Играет. 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 Опять же, если гласное, то будем брать маленькие золотые кументы. Играет. 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 С чем играет? Как играет? С мячиком. Маленький котенок играет с мячиком. Играет с мячиком. Мя. 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 Подружка. Вторая буква. Я. Вторая буковка Я. Угу. Так. А мячик это отдельное слово? Угу. Замечательно. Мя. Чи. Чи. Рядышком стоишь, колчичек? Чи. 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 Кирпочек маленький. Это С. Ага. На второй полочке. Это же мякко звучит. Чи. 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 И. А ты не поставил вторую буковку. Выбери. Чи. 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 Мя. Чи. Ко. К. 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 Мя. Чи. К. М. 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 Замечательно. Сколько слов ты написала почти? Читаем. Раз. Два. Три. Четыре. Пять. Пять слов. И чтобы оформить это как предложение, да, мы вначале что поставим? Заглавную руку. Вот так, да, вначале словами? Ой, вначале предложения. А в конце поставим точку. Угу. Вниз только перевернете. Угу. Замечательно. Редактор субтитров. Корректор субтитров.